добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я отвечаю на ваши вопросы и вот отопительный сезон закончился пора подводить итоги те возмущения которые были в начале отопительного сезона потом что я говорил что спиролизным котлом ребята вы ну кажется попадаете очень неприличные ситуации как некоторые говорят я накаркал ну я же наверное знал о чем говорил и вот как раз человек письмо написал с таким текстом что константин я говорит думал что вы блефуете пользуясь своего котла рассказываете и решил подстраховаться взял подороже там за 300 с чем-то тысяч котел вот и поставил пиролизный и первые три месяца ну просто хохотал сравнивать то что как говорится предлагал я котел прямого горения с теплоаккумулятором ну а он решил поставить пиролизный котел ну и в результате начале у человека вроде бы все хорошо было все отлично получалось середины зимы котел стал у него уменьшать мощность с него потекла смолистая жидкость битум вот этот вот в доме начала понять вот это вот битвом вот все как отработкой ну я представляю какой там запах это не пожелаешь человеку и он что я только не делал он пробовал перепробовал все методы все режимы в единственный режим это когда котел работал на всю мощность тогда вроде бы у него ничего не текло как только он переводил котел в 50 процентов и там или ниже мощности все с него текло с него воняло и все и вот он не знаю что теперь делать жалко такие деньги просто так выкинуть и топить и особенно вот когда зима зима то была такая ну вроде бы и не морозная но топить надо было и что получалось не полную мощность была морозная зима он бы топил бы в полную мощность а так не полную мощность и он накушался вот этого дерьма извините за выражение по полной и вот еще раз давайте вернемся что такое пиролизный котел пиролизный котел это котел который и дает неполную газогенерацию или же дает полную газогенерацию но вы не можете использовать этот газ для сжигания а значит что пиролиз работает производится иначе котел вы должны вообще заглушить если вы держите в малой мощности значит пиролиз у вас продолжает образовываться образовываются горючие газы недожженные и куда они идут они конечно отлагаются на стенках дымоходе вы просто выбрасываете и вот это вот видите то что потяжелее те смолы тяжелые они в кружок от ли успевают образовываться те что полегче улетают в дымоход там оседают в виде сажи тоже вот этих битумных легких отложений в результате вы дрова израсходовали и выбросили их вместе с этим вот вот дегать это это ваши дрова это ваши деньги так вот люди говорят тут значит котел ему попался не такой нет котел как раз попался такой который заявили ему производители и они в сущности правы что он работать должен на более-менее там предельные мощности то что вы не можете обеспечить потому что все вот эти вот котлы они рассчитаны на большую даже некоторые говорят ну у него там 25 там или сколько мощности киловатт так он должен 25 вам выдавать круглые сутки тогда он работает более-менее чисто то что невозможно если бы он был в газогенераторный но это было бы огромное сооружение это еще дороже было чем вот эти пиролизные котлы но вообще пиролизные котлы это ну не очень удачное решение для частного дома просто неудачно и поэтому основной виды котлов которые должно как некоторые там длительного горения по за счет послойного сжигания все это хорошо но до первой поломки после первой поломки особенно эта поломка которая происходит в период когда у вас нужно интенсивно топить а у вас там то ли рукав забился то ли еще что-то и началось деревне утро самое рациональное это все-таки котел прямого горения по возможности чтоб он работал интенсивно вместе с чем с теплоаккумулятором отработал накопили эти аккумуляторы распределили по дому течение определенного времени закончилось тепло опять котел на всю мощность отработал идеально все кпд самое большое и вот режимы работы любого котла должны быть как можно ближе к его верхним пределам даже простой прямого горения если вы его заглушите также будет выдавать вот этот битум и проще некоторые меня спрашивают а у тебя что ли нет а у меня нет я умею использовать понимаете и вам об этом все время рассказываю увы посмотрите мои видео я рассказываю как надо использовать надо я рассказываю что месяц котло нужно ставите к основе гидравлическая разделье то если вы хотите теплоаккумулятор когда в такой паре работы вас нормально я рассказываю что если вы хотите перевести его в малое горение или как не тление а угольное горение Дров Угольное горение дров Это правильно А тление это неправильно Тление это когда вы дрова заложили И они пытаются Легко Легко летучие Перелезные газы Тут же образовываются А нужно их сжечь прямым горением Нажечь вот этого угля И тогда закрывать Вот этот уголь Он может 8 и 10 и больше даже часов Гореть без Доступа кислорода Кислорода там мизер Медленно, медленно, медленно Это то что вы хотите Режим как бы тления Но это уже не тление, это угольное горение Для затления нужно забыть Нет такого режима Тление это не горение А вот угольное горение такое есть И поэтому качество Качество совершенно Одинаковое Значит вы Легко Летучие Легко воспламеняемые Газы Сожгли Прямым горением Переводите на угольное горение И у вас все идет правильно Тогда у вас котел Прямого горения Работает просто идеально Чисто Долго И надежно И вы Не чистите Не дымоход Все Именно так наш казак И запланирован Понимаете Именно под эти режимы Он и сделан Мы же не зря Столько лет Работали над этим Я ж не зря Эти идеи еще Теплодару толкал Они меня только не услышали Ну и бог с ними Не услышали Не услышали Наш казак Зато сделан так Как надо Это То что Нужно Для Вашего Спокойного Качественного Отопления Понимаете Именно спокойного Чтобы вы просто Загрузили топливо И пошли заниматься Своими делами И оно само Должно Там Но Но Вы не должны Зажимать Котел Это Главный Принцип Зажали Котел Значит Кошмар На угле Еще Как-то На дровах Это не Подходит И вот Поэтому Мы Сейчас Вот Некоторые Говорят Ну мы же не хотим Ваш казак Он у вас на угле Он у нас и на угле И на дровах Но он неудобен На дровах Хорошо Неудобен Мы сейчас сделали Вам Котел Который будет Очень удобен На дровах При том Что он будет Интереснее Чем Некоторые скажут Ну он Чем отличается От других Горизонтальный Котел Который Позволяет Так же Эффективно Сжигать И Не доевать Резких Скачков Температуры Мы сделали Такой Назвали Его Сын захотел Его Зазвать Пятым элементом Он назвал Фактически Это его Идея Он создавал Этот котел Так вот Мы К каждому Топливу Подходим С Его Значением И Возможностями И поэтому И вам Говорим Подбирайте Топливо Под котел Подбирайте Котел Под топливо Понимаете Несмотря на то Что Котел Казак Может работать Великолепно На дровах Просто Прекрасно Работает На дровах Но Для некоторых Он считается Не совсем Удобным Потому что Вертикальная Загрузка Не всем нравится Угля засыпать Еще Нравится А вот Загружать Дрова Не нравится Есть Есть Теперь И для вас И для вас Все есть Так вот КПД Котла Чтобы вы знали Первую очередь Зависит От того На каких Режимах Вы его Используете Как некоторые Говорят Что КПД Котла В режиме Тления Самое большое Вот как раз КПД Котла Когда он Не работает Вообще Можно сказать Самое лучшее КПД Почему Потому что У вас Дрова Вообще Не расходуются Вот Та же Самая Система Вы вообще Не получаете От В режиме Тления Тепла Вы Дрова Перегоняете В перолиз И эти Газы Выбрасываете И вы Заявляете Что у вас Самое высокое КПД В режиме Тления Нет Уважаемые Самое Высокое КПД В Полном Горении Это Вот Я вам Расскажу Чтобы Вы Поняли Что Пиролизный Котел Это Несовершенный Котел Совершенный Котел Тот Который Вам Дает Самое Большое КПД А это Котлы Прямого Горения Пока У меня Все